Девушки отдыхают Вот отзыв часть моей новой публицистической книги. Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами тайного общества Диск? Она сборник моих отзывов на книге указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Приобрести электронную версию книги можно будет по ссылке под роликом. Повесть «Дети синего фламинго» Крапивин написал в 1979 году. Впервые она была опубликована в журнале «Уральский следопыт». Номер 2-3 за 1981 год. Кстати, в 2010 году ее экранизировали под названием «Легенда острова Двит». Но на мой взгляд, если бы этой экранизации не было, было бы лучше. Самому Крапивину экранизация тоже не понравилась. Я, кстати, специально пересмотрел данную экранизацию прежде чем сил за данный отзыв. Вот как выглядит одна из обложек книги. Произведение очень необычное. И можно только удивляться, как Крапивину удалось издать его в Советском Союзе. Книга очень похожа на роман украинского фантаста Олеся Берника «Звездный корсар», которого он тоже умудрился каким-то чудом издать в Советском Союзе в 1971 году. Но Олесю Бернику за этот роман пришлось заплатить четырьмя годами тюрьмы. Владислава Петровича, к счастью, чаша сия миновала. Прежде всего сразу бросается в глаза, что остров Двит – это Советский Союз. И самое главное – тоталитарная система в этой версии Советского Союза. Не звериного, а скотского типа. Что такое элита скотского образца, отлично показал Александр Сергеевич Грибоедов. Пьеса «Горе от ума» на примере Фанусова и Молчарина. Скалозуб у него, кстати, зверь. Также это отлично показал и Михаил Афанасьевич Булгаков в «Повести собачье сердце» на примере Шарикова и Швондера. Но вот изображение мира, в котором скоты получили абсолютную власть, я встречал в литературе всего лишь дважды. И, как уже сказал, встречал только у Берника и у Крапивина. Есть мнение, что Торманс у Ивана Ефремова в романе «Часа быка» – это тоже аллегорическое изображение Советского Союза. Это правильное мнение. Но тоталитарный режим Чойо-Чагаса на Тормансе эквивалентен режиму Сталинскому или Гитлеровскому. А вот тоталитарный режим, эквивалентный Хрущевскому или Брежневскому, показан только в «Детях синего фламинго» и в «Звездном корсаре». «Звездном корсариум», понятно, показан лучше. Это всё-таки большой роман, а не маленькая повесть. И тем более в этом романе Советский Союз разросся до размеров минимум галактики. И его номенклатурный хозяин Ариман эквивалентен христианскому Господу Богу. Вернее, не эквивалентен, а это именно он и есть. В нашей вселенной именно Аримана, по Бернику, в том числе и так называемые православные люди, считают Господом Богом. А Ариман уже бессмертен. И понятно, что Ариман – законченный скот. Причём такой скот, перед которым Фамсов, Молчалин, Шариков и Швондер кругом отдыхают. Также хорошо показано, что скотский тоталитарный режим ещё хуже звериного. Дело в том, что у зверей нет совести, но есть честь. И любой зверь боится позора. И позора боялись даже Гитлер и Сталин. А вот у скотов нет ни чести, ни совести. И их ничего не интересует, кроме личного благополучия. Но саму суть тоталитарного скотского режима, Крапевину, удалось показать, на мой взгляд, даже лучше, чем Бернику. Показать на примере правителя острова Двит – Тахомиру Тихо. Этому Тахомиру Тихо для сохранения своей власти нужно убивать детей. Убивать в прямом смысле этого слова. И убивать очень подло, заманив на остров и перед убийством публично опозорив. И он очень легко идёт на это, как и любой скот, впрочем. И кроме того, остров Двит – это не целая вселенная, как у Берника. А это именно маленький остров. Но именно этот приём, так сказать, уменьшение, а не увеличение, И позволил Крапевину очень многое показать даже лучше, чем Бернику. Вторая важная деталь здесь, что Крапевин в этой повести детально описал механизм невидимости. Оптической невидимости. И это, ну, ни разу не сказка. С позиции теории Роберта Бартини, оптическая невидимость возможна. Более того, Бартини в 30-х годах в Советском Союзе испытал невидимый самолёт. Невидимый не для радио, на котором, которых в 30-х годах, к слову, ещё и не было. А невидимый визуально, для глаз, в прямом смысле этого слова. Эта история по какой-то неизвестной причине вдруг получила известность. Правда, намного позже. Лично я первый раз прочёл о невидимом самолёте в 70-х годах в журнале «Техника молодёжи». Но от объяснения, что в «Технике молодёжи», и что потом я разбирался с этим вопросом, которые давали к тому, как Бартини удалось достичь оптической невидимости самолёта, боюсь, очень и очень сложно назвать научными. Тем, кого заинтересовала эта тема, рекомендовал бы посмотреть мой ролик «Роберт Бартини». В нём есть и сюжет о невидимом самолёте. У Крапивина в данной повести невидима птица-фламинго. Точнее, птица, похожая на фламинго. Это самая синяя фламинго. И тот, кто изучал вопрос, поймёт, что она невидима по той же самой причине, по которой был невидим и самолёт Бартини. Но это ещё не всё. У Крапивина ещё невидим и сам остров двит. Ни больше, ни меньше. И Крапивин объяснил, и детально объяснил, почему невидима птица и почему невидим остров. Вот эти объяснения. Вот почему невидима птица. Я лучше зачитаю. Впрочем, трудно говорить о цвете. Он всё время менялся. То отливал сталью, то словно отражал небо, то делался почти сиреневым. Вдруг птица шевельнулась и пропала. Это солнечные лучи отскакивали от блестящих перьев так, что птица словно растворялась в воздухе. Так вот почему она появилась будто из пустоты. Она умела становиться невидимой. Но правда не совсем невидимой. Ярко-жёлтый плю, сероватые ноги, тёмный хвост и чёрную оторочку крыльев можно было разглядеть. Но только если сильно присмотреться. В общем, птица исчезала, как исчезают изображения у картинок-переливашек на карманных календариках. А вот почему невидим острова. Чтобы сделать остров невидимым, я должен до конца изучить свойства больших синих птиц, которые похожи на фламинго, но гнездятся на деревьях. Прошло два года, и учёный открыл секрет невидимости. Он растворил в небе тонкую голубую пыль. И после этого скалы, берега и воздух стали так отражать солнечный свет, что и остров перестал быть виден с моря. Никто теперь не грозил его мирной жизни. Ну а вот одно из объяснений, почему был невидим самолёт Бортини. Основной особенностью машины-невидимки была её обшивка, изготовленная из прозрачного материала, радоида, специального органического стекла. Плюс к этому, при взлёте использовалась специальная дымовая завеса, газ голубоватого оттенка, который делал самолёт невидимым на фоне неба. Шавров пишет также, что прозрачная поверхность корпуса машины, с внутренней стороны, покрывалась слоем амальгамы. Но понятно, что это ещё не всё. И далеко не всё. И я, кстати, впервые сейчас рассказываю о механизме оптической невидимости. Даже в ролике Роберт Бортини я только рассказал о том, что имел место быть такой факт, но не дал его объяснение. Сейчас я его дам. То, что описано в трёх предыдущих цитатах, это вообще-то маскировка, а не невидимость. А это разные вещи. А вот остров Двид не видел. И именно не видел. И не видим уже очень давно. Настолько давно, что о самом факте существования этого острова давно уже забыли в том мире, в котором он находится. В параллельном мире. Так вот, и самолёт Бортини тоже был невидим, а не замаскирован. Впрочем, здесь правильнее будет сказать, что самолёт, птица и остров были почти невидимы. А вот маскировка доводила это самое почти до предельной границы. Хотя, кстати, и неполной всё же границы. И начать здесь нужно с того, что остров Двид, на который Тахомир Тихов заманил мальчика. Пятиклассника Женя Ушакова находится, как я уже сказал, не в нашем мире, а в мире параллельном. Город, в котором живёт Женя, не приморский. А вот остров находится в океане. Но на этот остров можно попасть, плывя по озеру, на лодке. Это озеро находится рядом с городом, в котором живёт Женя. И именно по этой причине, а не потому, что в воздухе рассеяна тонкая голубая пыль, остров Двид и невидим. Кто всерьёз изучал творчество писателей, членов тайного общества диск и концепцию шестимерной вселенной Роберта Бардини, тот хорошо знает, что такое нуль пространства. Наиболее детально, кстати, его описал опять же Иван Ефремов в романе «Час быка», в котором, кстати, подчеркнул, что нуль пространства тесно связаны с высшими способностями сознания человека. Он их называл способности прямого луча. И именно через нуль пространства по Бардини возможен тоннельный квантовый переход в другую вселенную, в параллельную вселенную. И именно его мы и имеем в детях синего фламинга. А также через нуль пространства возможен переход в другое время, как прошлое, так и в будущее. И через огромное расстояние. Расстояние до тысяч световых лет. В Ефремово звездолеты прямого луча летают через нуль пространства. У Крапивина, кстати, суперкрейсеры дальней разведки тоже. В нуль пространства же можно погрузиться полностью или частично. Так вот, именно частичное погружение в нуль пространства и способно дать эффект оптической невидимости. Лучше всех, кстати, из дисковцев, это описал Джон Толкиен во «Властелине колец» и в «Хоббите». Фродо и Бильбо, ведь у него становятся невидимыми, потому что погружаются в призрачный мир, прямая цитата. И погружаются они полностью, а частично. Именно поэтому в нашем мире и видна их тень. Я ожидал, что это поймет Сергей Лукьяненко и поймет, что его сумрак и есть нуль пространства. Но он, похоже, этого так и не понял. Правда, он признает в одном из своих произведений, что кольцо всевластия погружает тех, кто его надел в сумрак, но признает скорость. И поэтому я был вынужден детально описать нуль пространства в своем научно-фантастическом романе «Темное пламя». Кстати, я, похоже, первый, кто это сделал. Сейчас я, кстати, заканчиваю работу над повестью, которая разобью несколько, тему нуль пространства. Ну и самое главное, тему способностей прямого луча, а также их связи с нуль пространством. В ролике о Роберте Бартине я также не рассказал, почему Сталин свернул работы, связанные с оптической невидимостью, в его случае самолетом. В этом ролике я об этом кратко расскажу. Наша наука и близко, не готова к работе с нуль пространством. И ядерное оружие, по сравнению с этим, это игрушки. В США аналогичная работа тоже была проведена в ходе так называемого эксперимента «Филадельфия», в ходе которого эсминец Элдридж, в данном случае корабль, а не самолет, тоже удалось сделать невидимым. Но цена за это была заплачена просто страшная. И именно поэтому работы свернули. Понятно, что правительство США официально заявляет, что история с эсминцем Элдридж это устойчивый миф. Но он стал уж слишком устойчивым, и от него не отмахнешься. Достаточно сказать, что об эсминце Элдридж уже успели снять три художественных фильма. Первый в 1984 году, второй в 1993, и третий в 2012. И в первом хорошо показано, что из-за этого эксперимента «Филадельфия» вся наша планета тогда не погибла только чудом. Впрочем, я немного отвлюбся. Что бы там ни было, но дети синего фламинго это далеко не сказка. И поднятые в этой повести проблемы, что естественно научные, что социальные, очень и очень серьезные. Интрига, опять же, как и всегда у Крапивина, выше всех по фол, и события по-настоящему драматичны. Герои, понятно опять, его дети Койва, то есть дети, в которых не спят, способности прямого луча. Дети как из нашего мира, так и из мира острова Двит. А эти дети, собравшись вместе, стали очень и очень большой силой. Способная противостоять в тоталитарной диктатуре Птахомиру Тихо. Безусловно, рекомендую книгу про чтение. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok